Меня зовут Ольга Воробьева, я из Европейского университета Санкт-Петербурга, вот буквально на другом конце улицы, где мы сейчас находимся. Я представляю факультет антропологии, то есть немножко соседняя с вами область, но все-таки я надеюсь, что общий язык мы сегодня найдем. Я работаю сейчас над своим магистрским проектом на тему, собственно, переключение фреймов в ролевой игре живого действия, и хотела бы сегодня немножко рассказать о том, как я проводила это исследование, и о том, какие пока результаты на данный момент уже достигнуты. Работа пока еще не закончена, но некоторые интересные вещи уже сейчас есть. Тут для привлечения внимания несколько картинок непосредственно с разных ролевых игр. Ну, начнем, собственно, с терминов. Что же, собственно, такое ролевая игра вообще? И что такое ролевая игра живого действия в частности? То есть что же, собственно, я исследую? Здесь приведена цитата из одной из первых работ о ролевых играх русского исследователя на российском материале 2003 года. В целом, сфера стала исследоваться не так давно. То есть на Западе первые работы, посвященные ролевой игре в целом, начались примерно в начале 80-х годов, когда стали распространяться книги правил для настольных или словесных ролевых игр. Ролевые игры живого действия появились, судя по всему, независимо, как в России, так и на Западе. Разные люди их изучали, в России их изучали гораздо меньше, и изучали, скорее, сообщество, нежели саму ролевую игру непосредственно как процесс. В частности, Медведев был одним из первых русских исследователей, незарубежных. Как мы видим по определению, это вид интеллектуального развлечения для группы лиц, состоящего из производства гипотетических жизненных ситуаций, представленных в форме конкретных сюжетов, при посредстве формальных моделей и с участием ведущего, исполняющего функции сценариста и арбитра. Из этого определения Медведев пытался сделать это определение максимально общим, которое подходило бы для всех типов ролевых игр, потому что их довольно много разных. То есть какие-то общие идеи о ролевой игре. И следующее. Во-первых, ролевая игра основана на социальном взаимодействии, причем не в тех наших привычных социальных ролях, в которых мы делаем это в повседневности, а в каких-то еще. Во-вторых, что способы взаимодействия регламентируются правилами. Это важно, что не сами взаимодействия, а именно способы взаимодействия. Потому что когда у нас взаимодействие чем-то регламентируется, у нас получится театр, где у актеров есть какая-то прописанная роль, и они ее воспроизводят из спектакля в спектакль одно и то же. В данном случае у нас прописан только способ взаимодействия, и, соответственно, сами взаимодействия по содержанию мы определяем самостоятельно. И еще важный пункт, что в ролевой игре повседневная реальность систематически модифицируется. То есть мы создаем некоторый такой, то, что в зарубежных работах называется Magic Circle of Game, магический круг игры, находясь в котором, собственно, игроки конструируют вот эту вот самую некоторую вторичную реальность, если угодно. Да, вот, Ri — это, соответственно, сокращение от ролевая игра. Ролевые игры, как я уже сказала, бывают самые разнообразные. В данном случае я привела их классификацию по способу выражения. То есть если у нас есть какой-то персонаж, мы можем за этого персонажа его действия описывать словами, тогда у нас получатся настольные или словесные ролевые игры. За рубежом они называются либо Tabletop, либо Pen & Paper Role Playing Game. Это бывают компьютерные ролевые игры, где у нас то, что делает персонаж, мы это программируем вручную пальцами на компьютере. А бывают ролевые игры живого действия. Это значит, что те действия, которые совершает персонаж, игрок совершает физически сам. То есть он их не описывает словами, он не программирует ничего на компьютере, а делает это физически. Если это сделать физически почему-то невозможно, тогда используется какая-то специальная модель, которая репрезентирует данное действие. Ну, например, понятно, что физически убивать человека будет как-то нехорошо. Поэтому у нас есть какая-то модель, которая репрезентирует убийство, и она, соответственно, и используется. Я в качестве определения дала дефиницию из PHD-диссертации Тора Гейера Бренне. Это, пожалуй, первое вообще, в принципе, очень хорошее, объемное этнографическое исследование ролевой игры живого действия. В 2005 году он это исследование проводил. И, пожалуй, до него именно таких всеобъемлющей, хорошей этнографии в этой области еще не было. Он подчеркивает, что это форма физической игры, где, соответственно, игроки принимают на себя личности каких-то выдуманных персонажей и действуют от их лица в выдуманном контексте. Ролевые игры живого действия бывают разного типа. Опять же, я полную классификацию приводить не стала. Ролевая игра живого действия может, например, происходить в городе. Это так называемая городская ролевая игра, когда игроки играют обычно по вечерам, когда у них заканчивается основная работа и учеба. Соответственно, действие происходит непосредственно на территории города среди той же привычной нам социальной реальности. Но я буду говорить о так называемой полигонной ролевой игре живого действия. Это значит, что люди специально собираются и уезжают в какое-то специально предназначенное для этого место, будь то какой-то участок леса, или туристическая база, или детский лагерь, или где-то еще. И, соответственно, процесс происходит на специально отведенной территории. В данном случае это очень важно для моего исследования. Почему я, например, не рассматриваю те же самые городские ролевые игры в рамках той же работы? Ровно потому, что наличие отдельно отведенной территории, вемной терминологии, это называется полигоном, она гарантирует нам отсутствие, ну, не гарантирует, по крайней мере, уменьшает вероятность вторжения случайных людей. В, соответственно, игровой мир. Во-вторых, важная особенность, что за ходом игры могут наблюдать организаторы. Они находятся, вспомним, собственно, определение медведя о том, что с участием организатора в роли сценариста и арбитра. Вот, эти организаторы могут, соответственно, находиться в мире игры, либо как персонажи, либо просто как сценарист и арбитр, отсутствующий в мире игры, то есть не имеющий персонажа. Опять же, важно для понимания того, что, моих дальнейших результатов, что в основном на игры одного и того же региона ездят одни и те же игроки. То есть многие участники друг с другом обычно не в первый раз играют. То есть у нас есть, у нас в стране есть несколько таких основных центров, что ли, ролевых игр, и, как правило, на игры одного и того же региона ездят одни и те же люди. Иногда они пересекаются, но довольно редко и не массово. И самый, пожалуй, важный пункт, который послужил отправной точкой моей работы, что в ролевом сообществе не приветствуется и, мало того, довольно сильно осуждается нарушать игровой фрейм в процессе игры. То есть если мы играем, игра идет от начала до конца, и мы в процессе из игры не выходим. То есть мы все время действуем от лица персонажа. Мы не действуем от лица игрока и от лица любой другой нашей социальной идентичности. Вот я для примера привела несколько цитат из правил к ролевым играм, полигонам прошедшего года, в которых, соответственно, видно, что даже в правилах, то есть в всех формальных правилах, которые регламентируют наше взаимодействие в процессе игры, сказано, что игра происходит непрерывно, что игра круглые сутки, у нас нет того времени, когда игра останавливается. То есть от ее начала до ее конца она идет непрерывно. И вот то, что я внизу подчеркнула, непрерывность игрового процесса – одна из его ценностей. Мне кажется, это важно, что сами носители эксплицируют это как важный пункт. Таким образом, однако, несмотря на все это красиво написанное в правилах, мы систематически сталкиваемся с тем, что все равно какие-то переключения фреймов в ролевой игре все равно всегда происходят. В целом, в ролевом сообществе нет четкого дробления, на что именно мы переключаемся. Есть просто положение, так называемое, по игре и есть по жизни. То есть у нас такая двучленная оппозиция получается. Соответственно, отправной точкой моего исследования было следующее несоответствие. С одной стороны, и эксплицитно в сообществе осуждается переключение фреймов, переключение с фрейма игры, и в правилах постулируется непрерывность, но при этом у нас переключения постоянно происходят. Я, соответственно, решила понаблюдать, как, почему это происходит и что с этим можно сделать. Методика исследования у меня была следующая. Исследовательский вопрос я сформулировала, как и почему игроки переключаются во время игры. Первоначально формулировка звучала как «выпадают из игры». «Выпадение из игры» — это M-ный термин, но, пожалуй, для моего исследования более корректно было бы назвать это именно переключением фреймов. В качестве методологии я взяла, в качестве самой базы, фреймовый анализ Хирвинга Гоффмана. Я первая придумала его брать в качестве метода для изучения ролевой игры. Одна из хрестоматийных книг по ролевой теории Гориала Нафайна вышла в 1983 году. И, соответственно, он активно уже использовал фреймовую теорию Гоффмана для объяснения процесса словесной ролевой игры. Мы к нему еще сегодня вернемся. Задачей моей был сбор максимальной вариативности случаев переключения фреймов на ролевой игре живого действия. То есть я хотела собрать максимально возможные по тематике ролевые игры, чтобы они были и исторические, и фэнтези, и техногенные, и разные другие, для того чтобы посмотреть, будут ли различаться, во-первых, случаи переключения фреймов, то есть зависит ли это от тематики игры, а во-вторых, есть ли у них что-то общее. Основным методом сбора было систематическое самонаблюдение. Это такая довольно интересная методика, которая требует от исследователя, чтобы сам исследователь стал инструментом фактически. Это значит, что в течение игры я и мои помощники всякий раз фиксировали всякий случай, который они для себя распознали как переключение фреймов. Ну, конечно, с помощниками я это формулировала как всякий раз, когда ты выпал из игры. Соответственно, фиксация происходит по возможности сразу же после этого случая, что дает нам довольно важный момент, потому что это не воспоминание о том, что вот это не интервью в том смысле, что я потом подошла к человеку и спрашиваю, ну вот, а когда ты обычно выпадаешь из игры? И человек мне рассказывает, что ну вот, обычно я выпадаю из игры тогда-то и тогда-то. А мне нужна была не саморепрезентация в этом отношении, а конкретные случаи. Метод полностью себя оправдал. У меня действительно набралась довольно большая база данных. Вот более 600 эпизодов переключения фреймов за 13 игр, рассмотренных в прошедшем сезоне. Почему? Не знаю, сколько конкретно, потому что они еще не все обработаны, сейчас обработано порядка 350. Соответственно, то эффект наблюдателя в моем случае снимался тем, что у меня были еще собиратели, то есть не только я за собой фиксирую. Я как исследователь могу вносить некоторые искажения в наблюдаемую картину и в анализ наблюдаемой картины. Соответственно, наблюдатели, те собиратели, которые мне помогали, они меня корректировали в том смысле, что это была некоторая такая лакмусовая бумажка. Кроме того, я использовала, конечно, данные интернет-отчетов игроков, потому что о некоторых особо вопиющих случаях переключения фреймов, конечно же, пишется в постигровых отчетах. Но это довольно мало материала сама по себе, и делать работу только на них было бы некорректно. Соответственно, когда я собирала эти эпизоды, мне были релевантны следующие параметры. Во-первых, мне нужно было, чтобы я, ну или собиратель, фиксировал, кто были участники эпизода. Важно было количество. Количество в том смысле, что происходит ли этот эпизод публично или один на один. И статус участника не в смысле в иерархии, а в смысле, кто он в данном случае в игре. Он игрок-персонаж, он наблюдающий мастер, он организатор, не находящийся в игре и так далее. Особенности переключения, то есть происходило ли это однократно или многократно, в начале и в конце игры и прочие вот такие вот внешние мета-данные. Причина или три ее переключения, что, пожалуй, легло в основу моей в итоге полученной схемы. То есть почему, собственно, произошло это самое переключение, возвращаясь к моему исследовательскому вопросу. Во-вторых, характер переключения, то есть человек сам про себя в голове подумал, или это произошло как-то социально проявлено, как расскажу еще чуть позже. И важным пунктом была реакция окружающих и результат переключения. То есть каким образом, как это было социально воспринято, тот факт, что переключение произошло, и каким образом это было нейтрализовано, то есть какими силами, из-за чего игра, собственно, возобновилась. То есть когда у нас произошел прорыв вот этого самого Major Circle of Game, как мы его обратно починили. Приведу в пример некоторые западные схемы устройства ролевой игры. Вот то, что справа написано, это как раз цитата из Файна, самое первое более-менее фундаментальное исследование ролевой игры. Рядом картинка из скандинавских исследователей 2004 года, картинка про особый тип ролевых игр. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, но она достаточно наглядная, чтобы понять, что, собственно, происходит. До этого исследователи выделяли три уровня, три фрейма, три мира. Везде очень по-разному было терминологии. Кто-то называл это level, кто-то layer, кто-то world, кто-то frame. В общем, неважно. Три некоторых домена, что ли, в которых, собственно, игрок находится непрерывно в процессе ролевой игры. То есть у нас есть то, что здесь названо spirit world или в терминологии файна диагетическим фреймом, это, собственно, сам фрейм игры. То есть тот игровой мир и те персонажи, которые у нас находятся, и, собственно, ради чего мы все тут и собрались на ролевую игру. Есть физический мир, который в скандинавах назван physical world, а у файна назван социальным фреймом, то есть, собственно, сами игроки с их физическим окружением и всем остальным. То есть фактически то, что видит посторонний человек, не знающий о том, что ролевая игра, случайно оказавшись на полигоне. И дальше между ним некоторая прослойка. И эта прослойка систематически трансформирует наш физический мир в мир игровой, вот этот вот выдуманный наш мир. Соответственно, без нее мы не можем обойтись, ровно потому, что у нас физический мир автоматически в игровой не превращается. То есть нужен вот этот вот буфер, который его в него переведет. Это, в первую очередь, правила игры, вот те самые формальные модели, при помощи которых условия взаимодействия и заданы. Однако по результатам анализа моих вот этих вот собранных эпизодов, выяснилось, что вот этих самых фреймов, или миров, или уровней, или доменов, называйте, как хотите, несколько больше. В случае ролевой игры, полигонной ролевой игры живого действия, помимо вот трех описанных, вот они сверху идут, собственно, я их назвала как игровая реальность, метаигровая реальность и физическая реальность полигона, это важно. У игроков систематически происходили отсылки на еще два домена. Во-первых, как я уже говорила, как правило, игроки одного региона едут на одни и те же игры. Отсылки к другой игре оказались очень важной частью переключения фреймов. Как правило, они осуществлялись за счет некоторых имплицитных намеков на то, что, ну вот смотри, мы с тобой играли в игру, там была похожая ситуация. Но такие отсылки систематически происходили, и, судя по всему, они очень важны для конструирования той самой групповой идентичности. И, кроме того, существуют отсылки, происходили периодические переключения на повседневную социальную реальность, то есть на любую другую социальную роль, кроме роли того персонажа, которого я сейчас играю, и роли игрока, который этого персонажа репрезентирует. То есть там я как, не знаю, горожанин, я как студент или бизнесмен, я как автовладелец, я как кто угодно еще. Они происходили ситуативно, если ситуация почему-то этого требовала, ну там, не знаю, с работы позвонили или еще что-то такое. Вот. Важно еще следующее, что верхние три, которые у нас еще предыдущие исследователи выделяли, они существуют постоянно. То есть постоянно игрок в процессе игры должен каким-то образом функционировать со всеми тремя включенными вот этими доменами. Два нижних, которые мне удалось обнаружить, они включаются ситуативно. То есть они не присутствуют постоянно в поле внимания игрока, они всплывают тогда, когда что-то заставляет на них переключиться. Ну, например, сходство ситуации, там, сходство имен, если мы отсылаем к другой ролевой игре, или там действительно какие-то вещи из внешнего мира, которые внешне по отношению к полигону и к тому, что у нас сейчас происходит, если это у нас отсылки к повседневной реальности. Таким образом, если мы совместим параметры ситуации, то есть, нет, не параметры, извините, а, вот. Кроме того, есть некоторые группы триггеров, которые, соответственно, заставляют нас почему-то переключать фреймы. В целом эти триггеры укладываются в четыре таких области, что ли. То есть от взаимодействия с чем мы можем переключать фрейм? Во-первых, конечно же, от взаимодействия с другим человеком. То есть там другой игрок или персонаж, или мастер нам что-то сказал, такое, не принадлежащее полностью игровому фрейму, и, соответственно, мы переключились на другой фрейм. От взаимодействия с вещью, от взаимодействия со средой. Среда, начиная от правил игры, заканчивая физическим окружением на полигоне. То есть там погода, там все что угодно. И, наконец, это было довольно интересно и неожиданно. Я думала, что все эти переключения будут социально проявлены, но нет. Была некоторая категория переключений, которая была связана с самим игроком. С его психофизиологическим состоянием, с его информацией о персонаже и об игре. С его, наконец, информацией о внешнем мире и о чем угодно еще. И эти переключения, как правило, социально не проявлены, но при этом совершенно не менее важны и значимы в процессе игры. Таким образом, при наложении вот этих вот доменов самоидентификации на триггера переключения мы получаем вот такую вот матрицу. Выглядит страшно. На самом деле идея вся ровно та же самая. Сверху мы имеем игровую реальность. Это та самая целевая реальность, та самая целевой домен и целевой фрейм, в котором, по идее, все правила предписывают находиться нам непрерывно. Однако по разным причинам, вот эти причины сверху перечислены, мы можем выпадать в какой-то другой фрейм и какой-то другой домен. Важно, что в целом практически все вот эти вот клеточки, все эти 16 клеточек запрещены в правилах к переключениям, кроме вот этой вот клеточки, физическая реальность и взаимодействие с собой. То есть единственным допущением для переключения в правилах обычно идет, что если с вами там плохо физически, вы там поранились или что-то еще, то это, конечно, является легитимной причиной для нарушения Magic Circle of Game. Все остальные, как правило, легитимной причиной не ощущаются и по большей части осуждаются. Почему по большей части? Покажу чуть дальше. Я сейчас не буду разбирать каждую клеточку отдельно, это было бы слишком негуманно. Я приведу по нескольку примеров на сами домены, на которые идет переключение. Соответственно, перед вами на каждый домен по два примера из тех самых эпизодов и ситуаций, которые я собирала. Переключение на второй в нашей схеме домен, на мета-игровой, это в первую очередь все, что связано с правилами, с правилами, регламентирующими данную игру. Там есть модели, там есть маркеры, там есть что-то еще, которые нам говорят, каким образом нам стоит это воспринимать в качестве игроков и в качестве персонажей. Вот первый эпизод, я не буду его зачитывать, перескажу вкратце. У нас есть некоторая модель, в данном случае модель карманной кражи, что если персонаж вор хочет что-то украсть, он не подходит и физически копается в вещах другого персонажа, а подбрасывает ему бубенчик. Это моделирует то, что кража действительно состоялась. Соответственно, с этим игроки тоже играют. В данном случае игра заключается вот в этом самом мета-игровом юморе, что у сыган особые бубенчики не звенят. То есть жертвы не услышат, когда кража состоится. Соответственно, эта фраза не является, несомненно, полностью игровой, потому что в мире игры не существует бубенчиков и не существует правил по воровству. Но при этом эта шутка релевантна именно для игрока с точки зрения мета-игры, потому что отсылает к правилам игры. Ну и второй эпизод про то, что у нас есть некоторый материальный объект, в данном случае красная лента, она что-то репрезентирует, в данном случае ранение. Здесь мы видим, что игрок забыл эту самую ленту снять, то есть это некоторая ошибка на мета-игровом уровне, тогда как ситуация стала развиваться в том отношении, что другие игроки восприняли это как релевантный маркер. И, соответственно, ему пришлось как-то реинтерпретировать ситуацию для того, чтобы объяснить, почему, собственно, на нем не действующий маркер на данный момент. Переключение на физическую реальность, как правило, связано либо с теми вещами, которые есть физически на полигоне, но не относятся к нашему игровому миру, либо то, что связано физически с человеком и его телом. Потому что ролевая игра длится от суток до недели, соответственно, в процессе этого человек иногда хочет есть, спать, иногда простывает, иногда что-то с ним еще происходит. Кроме того, в этом же домене находятся все те, кто отсутствует в мире игры и никак к этой игре не относится. То есть все те самые случайные свидетели, которые полигонная ролевая игра в идеале должна бы полностью исключать. Первый случай здесь относится к вопросу физического недомогания, что мы видим некоторые социальные проявления. Сначала воспринимаем это как проявление игровое, но на самом деле там через некоторое время выясняется, что это совершенно не имело отношения к персонажу, а имело только к игроку, что игроку стало плохо. Во втором случае описывается как раз взаимодействие с теми самыми случайными свидетелями, которым приходится периодически объяснять, что вот это происходит ролевая игра, ролевая игра это вот такое вот. Естественно, в процессе объяснения необходимо выйти из своей роли довольно сильно дистанцироваться, включить какую-то другую социальную роль из вот этой вот самой нижней у нас повседневной социальной реальности и уже из нее что-то объяснять. Это вещь, как правило, довольно сильно переключающая участников. Переключение на предыдущие игры, как я уже сказала, довольно тесно связано, во-первых, с тем фактом, что игры, как правило, проводятся в кругу одних и тех же игроков, относительно одних и тех же, примерно, сообщества в Москве и Санкт-Петербурге в целом, из активных, наверное, около несколько сотен человек. Но здесь на первый план выходит вопрос, в первую очередь, групповой идентичности. Как правило, я заметила, что большинство тех отсылок, тех отсылок и тех переключений на этот домен являют своей целью как раз форсировать групповую идентичность, что вот мы с тобой были на какой-то предыдущей игре, играли на ней там протота и протота, и мы с тобой об этом знаем, а все окружающие игроки, персонажи об этом не знают. Как правило, это не проявляется совсем уж эксплицитно, это, как правило, либо как-то завуалировано имплицитно, либо в качестве юмора. Но в этом случае это такая ложная инерция, сработавшая, что человек на то слово, на которое он привык реагировать на другой игре, внезапно оказалось, что на него реагировать не надо, поэтому он постарался вот эту вот свою мгновенную реакцию скрыть. И второй случай как раз о конструировании той самой групповой идентичности, что напрямую обсуждать, что вот, а вот мы с тобой на предыдущей игре так то-то и то-то делали, в общем, нельзя. Но можно сказать от лица персонажа, вот, а знаешь, а у меня вот была бабушка, и она вот, с ней происходило такое-то и такое-то. Второй скажет, а, ну да, вот моя бабушка сидела рядом, да, и там. Вот, соответственно, и что важно, такие типы переключения порой в сообществе одобряются. Это довольно важно, потому что то ли они не очень осознаются, как переключения как таковые, то есть что-то еще такое, но если показать там отдельно взятому игроку какой-нибудь отдельно взятый эпизод вот такой вот и сказать, ну, как бы, как ты думаешь, это хорошо или плохо, есть вероятность, что он скажет, что да, это там очень крутая отсылка, крутой юмор, это было здорово, это правильно и хорошо. Вот, то есть такие типы переключений могут вообще-то даже и положительно оцениваться. И, наконец, переключения на повседневность. В первую очередь это переключения вот на различные прецедентные тексты культуры или на какие-то вещи, связанные непосредственно с игроками. То есть такой очень мощный фактор переключения в данном случае это так называемые паспортные имя человека. То есть вот первая история рассказывает о том, как человек, еще не полностью овладевший нормами сообщества, то есть начинающий ролевик, там в определенный момент по инерции сбивается на привычный себе образ действия, то есть назвать человека по привычному ей имени, а не то, как ее персонаж зовут в игре. Второе, соответственно, это отсылка к прецедентному тексту про нечего терять, кроме своих цепей, которая была таким образом вложена в уста персонажу и должна была вызвать реакцию не только персонажей, но и игроков, как владеющих этим прецедентным текстом. Что касается других параметров этих ситуаций, характер переключения, как выяснилось, гораздо обширнее, чем я думала. Первоначально я думала, что ну вот, есть, конечно же, внешнее и внутреннее, может быть, что-нибудь еще. Выяснилось, что все несколько сложнее, что, во-первых, переключение может быть маркированное и не маркированное. Маркированное – это когда игрок сам хочет каким-то образом дать понять, что вот сейчас это будет не в игровом фрейме, а в каком-то еще. Не маркированное – это, соответственно, когда он переходит на него спонтанно, без каких-то предварительного фреймирования. Циферки в скобках означают количество таких случаев на тот момент… Да, из проанализированных. В этой истории их было проанализировано около 300. И очень важным параметром является, о чем, собственно, все закончилось. Реакции и последствия переключения. Выяснилось, что это тоже такая двойная вещь. Есть, во-первых, реакция на само переключение, то есть я вижу, что кто-то переключил фреймы. Что я могу сделать в таком случае? Я могу среагировать случайно, мгновенно и не задумываясь. Я могу что-то намеренно с этим сделать. Если мне не нравится это переключение, я могу сделать следующее. Я могу сказать игроку, что нет, слушай, давай вернемся в игру, я не хочу об этом сейчас так разговаривать. По дне кооперации я подразумеваю демонстративное пребывание в своем предыдущем фрейме, в игровом, то есть принципиально не принимать переход на любой другой фрейм своего партнера, сказав, например, что ты несешь, я таких слов не знаю. Избегание, соответственно, это физически уйти из того места, где это переключение произошло. В том случае, если оно, например, какое-то длительное или постоянное, или что-то еще осуждение, это значит либо мимически, либо вообще никак социально не проявить своего неудовольствия, но в целом так внутри пострадать о том, что оно было. Кооперация, это если я принимаю тот фрейм, который мне предлагают, ну, например, у меня просят помощи, я, естественно, ее окажу не по игре. И вот та самая редкая, но внезапно обнаруженная реакция одобрения, когда, ну вот, например, как та история с цепями, что это некоторый имплицитный юмор, который явно одобряется игроками, потому что некоторым образом обогащает процесс, обогащает среду. К мгновенной реакции относится инерция, это вот именно когда человек привык, например, отзываться на свое имя, а тут внезапно выясняется, что отзываться на него не надо. Замешательство, это реакция, когда от нас требуют, когда мы хорошо погрузились в персонажа, от нас требуют немедленной реакции на любом другом, от любой другой социальной идентичности. Ну вот, пример с поварихами был ровно про это, что от нас внезапно требуют совершенно нестандартные реакции в том фрейме, в котором мы не ожидали. Ну и реакция смеха. Смех, кстати, интересная очень вещь в данном случае, потому что смех может быть не только одобрительный, но и смех как коллективная реакция замешательства. Если, например, какое-то большое крупное переключение произошло на глазах очень большого количества народу и которые иным образом не могут с ним справиться. Ну и последствия, это то, что происходит, собственно, после самого момента переключения, каким образом мы можем починить наш магический круг игры и, ну, по крайней мере, сделать вид, что ничего не было и что ничего не ломалось. Мы можем реинтерпретировать явление или предмет. Ну там, не знаю, назвать, назвать мобильник почтовой совой и спокойно его использовать. Мы можем развить ситуацию, то есть ситуация произошла с каким-то нарушением правил, но после этого произошло уже настолько много всего, что мы не можем сказать «нет, этого не было». Поэтому мы просто принимаем ситуацию так, как она начала развиваться после этого, как будто бы тот момент, который был с нарушением, был верен и закономерен. Так называемый откат – это тоже M-ный термин. Он обозначает, что некоторый эпизод ролевой игры признается никогда не существовавшим. Этот способ весьма эффективен, но очень редко используется, потому что в сообществе считается некрасивым использовать такие вещи. То есть если что-то на игре произошло, мы лучше его каким-то образом впишем в существующую игровую реальность, об этом, кстати, хорошо говорят цифры, цифры реинтерпретации и развития. Чем? Скажем, что нет, ничего не было, давайте от исходной точки начнем заново. Спор – это когда, как правило, если игроки имеют разные понимания правил и начинают обсуждать правила, и кто из них сделал правильно, таким образом вовлекая в переключение всех тех, кто находится вокруг них. И непонимание – это если реципиент не распознает того фрейма, в котором к нему обратились. Я заканчиваю. Выводы из того, что пока сделано, можно пока сделать следующие. Это некоторая часть выводов, на самом деле их по факту гораздо больше, это то, что сюда влезло. Во-первых, что процесс ролевой игры гораздо более сложная структура, чем воспринимается изнутри M на сообщество. То есть если у сообщества есть бинарная позиция по жизни и по игре, то, как мы видим, здесь у нас есть по крайней мере пять разных доменов, между которыми могут происходить переключения. Во-вторых, что у нас расширена стандартная схема ролевой игры применительно к ролевой игре живого действия. Это важно потому, что аналогичные расширения были до этого сделаны для разных других ролевых игр, как-то для словесных ролевых игр, для компьютерных ролевых игр и так далее. Это релевантно именно для ролевой игры живого действия и именно для полигонной, я это подчеркиваю, потому что другие типы могут иметь другие особенности. Далее, что переключение бывает не только социально проявленным, что я первоначально собиралась замечать, но и внутренним. Понятно, что все они так или иначе внутренние, но часть из них проявляется, часть из них остается в голове. Далее, что не все переключения, несмотря на огульное заявление о том, что любое попадение из игры обязательно плохо, на самом деле не все они плохи, часть из них просто необходимы для жизнедеятельности, но вот как помощь в случае действительных реальных повреждений, ранений и прочее, так и использование этих переключений для конструирования групповой идентичности, например. И, вероятно, особым удовольствием от игры является вот это вот имплицитное кодирование в данной игре, во-первых, других ролевых игр предыдущих для данных участников, а во-вторых, текстов общекультурной среды, общекультурных кодов. Соответственно, это удовольствие, во-первых, от их закодирования в той самой игровой оболочке, а с другой стороны, это удовольствие от их дешифровки для тех, кто их получает. Соответственно, это довольно сильно дает игрокам новые смыслы и новые возможности импровизации. Спасибо за внимание, господа. Спасибо большое на следующий заклад. Коллеги, я тоже привязаю ближе колью, чтобы не было видно, кто поднимает руки. Сразу видно, что вопросы есть. Давайте с вами поговорить. Спасибо большое за очень интересный заклад. У меня несколько, на самом деле, вопросов. Первый, скорее, технического характера. Насколько я поняла, вы рассматривали в основном большие полигоны игры, то есть 200+. Нет, не обязательно. Это было от 50 человек. То есть элитарные полигоны игры вы не рассматривали просто, да, как... Элитарные полигоны – это сколько? 15? 30. 30? 40, да, было. 40, да, было. Понятно, спасибо. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, должны ли мастера все эти излишние переключения фреймов в реальном, не в декларируемом, а в реальном порядке, каким-то образом пытаться пресечь? Или все-таки это достаточно позитивный момент, который следует сохранять максимально? Во-первых, конечно же, пресечь подобные моменты вообще невозможно. Переключения будут в любом случае всегда, что бы мы с этим ни делали. Мало того, даже эксплицитное постурирование в правилах о том, что нет, 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 нельзя, никогда, 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 все равно ни к чему не работает, все равно на тех же самых играх я собираю десятки этих случаев, и никому это не мешает. Вот, с точки зрения оценки, хорошо это или плохо, я думаю, что в данном случае я, пожалуй, не даю оценок, я просто исследую материал дескриптивно, то, что есть. То, что они еще и оказываются, могут нести какие-то дополнительные смыслы, не только в выяснении правил, но и в, например, конструировании групповой идентичности, или в добавлении смыслов, но это, конечно, скорее позитивный момент. И еще такой вопрос. Возможно ли переход каких-то элементов, символов из фрейма в фрейм? То есть, например, является ли таким переходом тот факт, что игрок, сыгравший определенную роль, с определенным именем, имевший смысл исходно только в этом контексте, получает это имя в реальном социальном сообществе, и потом к нему обращается именно с помощью этого? Это вот переход в фрейм или все тут нет? Да, спасибо за вопрос, поняла. Такое мы, конечно же, наблюдаем сплошь и рядом. Довольно часто человек, впервые пришедший в ролевое сообщество, после своей первой ролевой игры, как правило, ну не как правило, но бывает так, что получает то имя, которое носил его персонаж на этой игре. Здесь важно понимать следующее. Я изучаю ролевую игру как процесс. У нас есть две встречных тенденции. Оно, к сожалению, в российской практике вообще не имеет никакого названия. На Западе его начали изучать под названием «blade in» и «blade out», ну то есть буквально внутреннее кровотечение и внешнее кровотечение. Это те случаи, когда либо ролевая игра начинает влиять на реальную жизнь, либо наоборот какие-то моменты из реальной жизни начинают влиять на ролевую игру человека. Так вот, важно, что я в данном случае не рассматриваю статус человека в сообществе, не рассматриваю сообщество вообще. Я принципиально концентрируюсь только на ролевой игре как процессе. То есть от ее начала до ее конца, все, что за ее пределами, на данный момент меня не волнует. Спасибо. Добрый день. Позвольте мне представиться. Меня зовут Сергей, я аспиран-сиран. Параллельно я мастер по религии одной ролевой группы из Центрального Черноземья, подозрительные лица, город Тамбов. Очень приятно. Я также участвую в воронежских, иногда в московских играх. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Очень здорово. Вообще круто. Спасибо. Мои вопросы. Во-первых, в каких играх участвую? Вы ездили на Иерусалим. Второй. Соответственно, рассматриваете ли вы ролевые игры как именно ролевые, а не бугуртные? То есть насколько игры имеют силовой, скажем так, аспект, на который вы ездите? Следующий вопрос. Фиксировали ли вы выход именно по жизнью, что называется, в бытовых локациях? То есть имеет ли это смысл? Потому что если это имеет смысл, фиксируется в этих 600 элементах, то примерно 300 из них, это примерно зайти в палатку. И следующий вопрос. Вот то, что вы сказали, откаты, рельсы и прочее, прочее, безобразие. Было ли такое вообще? То есть, ну, в вашей практике. В моих восьми играх за шесть лет я такого ни разу не видел. Откатов? Ни откатов, ни рельсов. Про рельсы я ничего не говорила, заметьте. Хорошо, сейчас я все расскажу. Хорошо. Значит, вопрос первый про умереть в Иерусалиме. Как я понимаю, нет, на этой игре я не была. Я ездила на другой тысячник этого лета, первая эпоха. Умереть в Иерусалиме, если что, это была большая историческая игра по 12 веку. Первая эпоха была игра, соответственно, по книгам Толкина после Мериллиона. Тысячником игра называется, когда там начинается примерно от 600 участников. Ну, сколько по факту доезжает, это уже не так важно. Вот нет, именно на Иерусалиме я не была. Про него, к сожалению, у меня данных почти нет. Но в целом могу сказать, что тысячники имеют просто некоторое количество своих совершенно особых особенностей, которые там не сравнимы с более мелкими играми. И полагаю, что на ней, скорее всего, были вещи примерно того же уровня, что и на первой эпохе. То есть это очень неравномерное погружение игроков в игру, потому что кто-то больше погружен, кто-то меньше, кто-то более настроен на игру, кто-то более настроен на боевку, как вы правильно сказали, кто-то вообще не настроен поиграть, а хочет просто посидеть у костра с алкоголем и гитарой и так далее. Кроме того, важно, что разные ролевые сообщества географические предпочитают разные стили игры. В том смысле, что в Москве и Петербурге на большей части игр отсутствует неигровое время и неигровые зоны. Насколько мне известно, я специально не проводила пока исследования во многих других, и то и другое разрешено. Это, кстати говоря, о тех же бытовых локациях. Повторяю, на большинстве игр из тех, которые я рассматривала, бытовых локаций не было как таковых, то есть процесс приготовления пищи, сна и всего остального был в игре и по игре. Если же они были, то, соответственно, фиксировался сам момент выхода в неигровую локацию. Хайрадник? В частности, да, это, естественно, маркер того, что в данный момент игрок отсутствует в игре в качестве персонажа. Что касается боевки, бугуртная, поясню, бугуртная игра, это игра, на которой большая часть внимания отведена не социальному взаимодействию на вербальном уровне, а в первую очередь боевым столкновениям по определенным, опять же, правилам на специальном оружии, которое не наносит реальных травм. Ну, если не стараться очень сильно. Не должно наносить. Ну, не должно наносить, да, в идеале. Всякое бывает, конечно. Вот. Ну, да. Соответственно, я, конечно же, в первую очередь смотрю на социальные взаимодействия. Боевые взаимодействия, конечно, так или иначе попадаются на той же первой эпохе. Естественно, там была драка всех против Черной крепости и все остальное. Важно, что во время больших боевых эпизодов там, опять же, действуют какие-то свои правила. Я их, опять же, внимательно пока не рассматривала, но вот моменты этих идентичностей и моменты взаимодействия в процессе боевки явно немножко другие. Потому что там на первый план выходит, выходит скорее физическая, физическая сторона и сторона метаигровая, то есть правила. Мы должны считать, сколько раз по нам попали, сколько раз все остальное. И самый верхний наш слой персонажа как бы немножко отходит на второй план, потому что не это сейчас главное. Что касается откатов, откаты, несмотря на то, что постулируется на большей части игр, что у нас откатов нет. Откат, повторяю, это момент, когда организатор игры говорит, что нет, этого момента не было, начинаем играть с... Забыли про это, играем с исходной точки. На самом деле они де-факто существуют, но в таких не очень больших масштабах, в том смысле, что что-то произошло. Если мастер при этом присутствовал и увидел, что это произошло с нарушением правил, он может сказать, так, нет, стоп, последние пять минут заново. Но такого, чтобы масштабный откат, типа там полдня назад что-то произошло, а потом нам сказали, что этого не было, такого, как правило, нет. Ну вот, про рельсы, мастерские рельсы, это термин, кстати говоря, в зарубежной литературе тоже, railway, собственно, обозначает ситуацию, при которой сюжет настолько жестко прописан организаторами, что никакие действия игроков не могут повлиять на изменение этого сюжета. Вот, мастерские рельсы в данном случае немножко не входили в мои наблюдения. Спасибо. Можно, соответственно, с последним ответом задать вопрос? Получается, что, по сути, мастерские рельсы могут рассматриваться как попытка полноценного, попытка реального контроля, вот, выхода из игрового фрейма, да, но реально не работающие практически никогда, насколько мне известно. Она не будет попыткой мастерского контроля именно выхода из фрейма, она может быть попыткой мастерского контроля сюжета, как развитие ролевой игры, как нарратива, повествования, если угодно, но она никоим образом не может быть попыткой пресечения выходов из фрейма, как минимум потому, что игроки обычно довольно быстро догадываются о том, что что-то здесь не так, и начинают это обсуждать вполне уже не по игре, что вот у нас тут явно мастерские рельсы и что-то здесь не то, так что они там скорее вредят игре в данном случае, в данном разрезе. Олег, еще вопросы? Спасибо, Ольга, очень интересный доклад. У меня такой вопрос, вы вначале говорили, что игры делятся тематически, если я не ошибаюсь, фэн-фэн, фэн-фэн-фэн. А, ну не то, чтобы они делятся, я их так разделила. То есть, вы видели ли какие-то корреляции, влияет ли это на способы переключения или это не главное, так казалось? Ну как, понятно, что есть вещи, которые повторяются из игры в игру вообще независимо от ее тематики, ну, например, там случайная реакция на собственное имя может произойти на любой игре, вообще неважно, потому что собственное имя у всех есть всегда. Вот, конечно, это скорее релевантно для, сейчас скажу, для каких-то моментов мета-игровой реальности, потому что, словно говоря, если у нас есть правила по магии на игре, то они могут, их можно перепутать, забыть как-то, что-то с ними сделать. Если у нас правил по магии нет, таких ошибок быть не может. И там на техногенках понятно, что если у нас есть страйкбольное оружие, оно может заклинить, отказать, кончатся патроны, все что угодно может с ними произойти. Если у нас страйкбольного оружия нет, с ним такого произойти не может. Ну, скорее такие вещи здравого смысла оказались. Спасибо. Тогда, пожалуйста. Попытки в любом сообществе, я не знаю, насколько они есть сейчас, вот определенным образом, мы тоже выясним эти полуги, игры исторические, театральные, реальные, боевые и так далее. А вот тоже, может быть, какие-то привязаны, потому что в этих типах, собственно, заложены какие-то функции, заложены какие-то идеи, которые создаются у мастера, и какие-то игры, в частности, вы те же самые мистериальные, они как раз составили свои цели вывести человека в окраину игры и создать ему такие условия, чтобы он вообще забыл, ну, в каком-то смысле, да, забыл себя в реальность. Вот в этом смысле вы увидели что-то вот подобное? То есть есть ли какая-то зависимость? Я не знаю, насколько те игры, которые вы смотрели, соотносятся с этой технологией, может, хотя они такой более смешанной, да, но видели ли вы, что степень склонности тех ваших случаев, тех ваших игрок, которые вы исследовали, к тому или иному теклу, они влияют на то, насколько выходят люди из Краима, как они выходят, как они пересекаются? Ну, там, частью, мне кажется, я все-таки ответила на этот вопрос еще частью вот в предыдущей. Вот, важно подчеркнуть что? Что я исследовала игры конкретного региона. Насколько я понимаю, вот из вот этой вот типологии, о том, что бывают игры там буртные, мистериальные и прочее, в частности, мистериальные, это все-таки больше прерогатива вполне определенного ролевого сообщества, определенного места, которое все-таки у нас в таких больших количествах не встречаются. Поэтому я скорее старалась для своего исследования сделать максимально возможную выборку на конкретном регионе за конкретный период. То есть вот у меня 2013 год, я из этого могу выбрать там, условно говоря, 10 игр, которые я могу пронаблюдать. Соответственно, из этих 10 игр, из того, что там дано мне в ощущениях, я выбираю те, которые максимально друг от друга отличаются по параметрам хотя бы вот жанра, скажем так. Что есть вот там жанр исторический, есть жанр постапокалиптический, есть жанр там фэнтези, там что-то еще, что-то еще. Вот, скорее вот так вот отбирала. Вот, в целом, но надо сказать, что именно вот к существующим типологиям я сильно не привязываюсь, поэтому на данный момент я не готова ответить, как они коррелируют с существующими типологиями. Спасибо. И еще вот небольшой вопрос. Это не совсем обвинительное совершенно таблице, очень бы хотелось ее в каком-то варианте увидеть или в статье, или как-то еще. Выходит, выходит. Интересная и схема, и логика. Вот, может быть, вот именно к этой таблице. Есть ли обратный вариант, так называемый, если была вся в ролинга, когда человек, выходя в афрейм реальной жизни, остается в афрейме играми? Навалом такого. Жизнь не навалом. Но, повторяю, я все-таки в данном случае не рассматривала эти моменты, потому что меня интересовала вот игра сферическая в вакууме. И все, что может касаться феномена bleed-in, то есть привнесения в игру чего-то из реальной жизни. Феномен bleed-out я пока не рассматривала. Это отдельная, очень интересная и очень богатая область. Сейчас есть одна из... Сейчас одна американская исследовательница, зовут ее Сара Линбомен, она живет в Техасе, и она сейчас очень внимательно исследует именно как феномены bleed-in и bleed-out, так и сопряженный с ним вопрос конфликтов в родевом сообществе. Вот у нее изумительные статьи, очень советую. Можно в презентации, где описывались вот эти выходы? Презентации? Ну, ой, ну, там вот несколько... Вот, ради... Так, 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 так... Это вот где там про вот этих вот поварих? Про поварих, хорошо, вот. Вы говорите, что, соответственно, все на полигоне. У меня вопрос, откуда они там взялись? Это база отдыха. Там, соответственно, уже построены корпуса и та столовая, чтобы игроки сами себе еду не готовили. Готовили только игру, но не готовили еду. Да, совершенно верно. И еще, я, как говорится, понимаешь, я очень давно не заходил в это сообщество, поэтому по ощущениям оно очень сильно продвинуло за последние 15-18 лет. Изрядно! Ну, да, в прошлых тысячелетиях. Да, да, я в этом сообществе как-то заходил в такие феструсы, да, в прошлых тысячелетиях. Вот, соответственно, у меня в связи с этим несколько вопросов. Хорошо. Первое, скажем так, тогда было в определенной вот этой части людей, это такое, скажем так, противопоставление себя, кто здесь этим занимается, и тем, кто занимается этим на Западе. Соответственно, на Западе все чинно, аккуратно, сценарий расписан до мелочей, все свои роли исполняют, все в костюмчиках, все вот... И бездуховно, на Западе все бездуховно. Это очень важно. Это отдельный фунт. Этого не было. У нас, соответственно, ну, скажем так, вот все, что у нас есть, то мы и используем, да, там. Нам нужно, по-моему, нам нужно справиться с драконом, поэтому у нас есть банка сгущенки, мы с банкой сгущенки боремся с драконом. Вот, ну, это вот, это устрировано, ну, скажем так, есть ли какое-то, вот, скажем так, противопоставление, противосто... не противопоставление сейчас, как взаимодействовать два этих, скажем так, Запада... То есть есть ли отечественная специфика? Ну, можно так сказать. И реализация их живого действия. Можно так сказать, да. И второй вопрос. Я так понимаю, что вы тут, скажем так, те, кто, те, кто себя позиционирует, как реконструкторы, вы их, в принципе, не брали? Нет, не брали. То есть и развлекаловки с брянем ножом, там, драка на мечах, соответственно, в, скажем так, в контексте реальных каких-то событий, те, кто вот реконструкцию все так до мелочей, только какие-то придуманные, соответственно, сценарии, плюс, скажем так, литературный сценарий. Ну, собственно, ровно этим ролевая игра и отличается от реконструкции, что в ролевой игре присутствует тот самый магический круг игры, внутри которого все и происходит, а в реконструкции он необязателен. Ну, то есть, как я понимаю, он может быть, но совершенно необязателен, поэтому реконструкторы, если они не приехали на ролевую игру играть в ролевую игру, тогда они, конечно, не попадают в мой обзор никоим образом. Что касается противопоставления, тут получилось два довольно разных вопроса про, во-первых, отечественную специфику ролевой игры, а во-вторых, про противопоставление себя и Запада, что является некоторым образом какой-то саморепрезентацией. Это было не так, что выражено четко, как говорится, в идеологии, но некий налет вот такого существовал. Ну, во-первых, надо сказать, что большая часть ролевого сообщества совершенно неинтересна, чем занимается Запад и что он там делает в этом отношении. И по факту у нас о них известно действительно очень мало. То есть у нас есть считанные единицы, которые ездят, по крайней мере, на конвенты за рубеж и практически никто не ездит на ролевые игры за рубеж. Обратно то же самое. В целом есть некоторый образ в нашем ролевом сообществе, что на Западе все игры там очень аккуратные, очень политкорректные, такие белые, пушистые, но это скорее стереотип. На самом деле так сказать нельзя. У них в этом отношении игры ничем не отличаются по степени жесткости от наших. Важно, что там немножко по-другому расставлены акценты и что там чуть больше осведомленность людей о психологической безопасности в процессе игры. У нас она, к сожалению, на нуле. Что такое психологическая безопасность в процессе игры? Я боюсь, что это отдельная, большая... Ну, хорошо. Там самый простой пример. У нас есть опасность не только в упадении из фрейма игры вовне, в любую другую идентичность. У нас есть опасность то, что внутри сообщества называется заигрался. Это значит, когда человек в какой-то момент там, как правило, в связи с довольно сильным эмоциональным и физическим напряжением, которое длится там в течение долгого времени, например, игрок сутки не спал, а лучше двое. Соответственно, он входит в некоторое такое уже довольно патологическое состояние, когда нарушается граница между игровым и реальным. Когда он, например, может начать в качестве обороны сооружать реальные баррикады в коридоре базы, хотя это не предусмотрено правилами, и ясно, что это, в принципе, физически небезопасно для других игроков. То есть момент, когда игрок теряет вот эту вот грань, где у нас есть персонаж и что доступно персонажу, а где я и что доступно мне, это, например, один из типичных случаев. Кроме того, буквально там... На какое-то время, да. Это некоторое кратковременное состояние, смешивает различные фреймы, да, но оно как бы оно ненормальное, и его там стараются прекратить, как только за кем-то заметить, потому что заметьте его за собой почти невозможно. Можно я быстро вопрос задам, и потом Сергей дадам слово. Я тогда задаю вопрос о том, что вы пока что даже рассматриваете игру именно от начала до конца и только ее. Да. Вы сказали сферическое вакуумие. Вот у меня вопрос на самом деле, получается, что у меня не сама по себе не бывает сферическое вакуумие, потому что она все время вылезает за пределы, да? Да, конечно. И так далее. И у меня вопрос тогда в этой связи собираетесь ли вы вашу сферу расширять, да, то есть больше отсматривать контексту до, контексту после. И если да, то было ли, например, так, что какие-то наиболее вопиющие выпадения сферимой игры не просто там о том, о счетах и так далее, а они вращаются какие-то такие устойчивые нарративы, которые знают, что так вот не надо, ребята, да? Венема. 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 Да, да, да. Вот. И с другой стороны, если происходят такие выпадения совершенно злостные и воспроизводимые, для этого как-то статус игроков в ролевом сообществе, то можно себя стигматизировать и, может быть, на основании частного потенки настраиваются границы между новичками и опытными игроками. Как это все-таки на статусные характеристики влияет? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Это действительно влияет на статусные характеристики. В частности, есть внутри сообщества такое понятие так называемый сильный ролевой игрок. Сильный ролевой игрок это когда игрок может игнорировать какие-то вопиющие расхождения между окружающей реальностью и миром игры и продолжать находиться во фрейме игры, как будто ничего не происходит. Как будто все хорошо. Также действительно есть некоторая, ну не то чтобы иерархия, но по крайней мере некоторое деление внутри сообщества на опытных игроков, которые умеют не позволять ни себе ни что важно окружающим вокруг них выпадать из фрейма игры. То есть, как правило, такой игрок собирает вокруг себя некоторую группу персонажей и, во-первых, дает им пищу для игры, пищу для социальных взаимодействий, а во-вторых, сам более-менее следит за тем и своим примером транслирует им тот, тот тип поведения, который желателен. Соответственно, это там, несомненно, улучшает игру и в этом смысле их заслуга действительно велика. Вот. Так. И, да, был вопрос по поводу расширения границ. Я тоже сначала думала, что, ну вот я сейчас разберусь вот с этим и потом можно будет заняться чем-нибудь еще там, что-нибудь в сообществе, что-нибудь где-нибудь еще. Но вот, чем больше я раскапываю свои вот эти вот эпизоды, чем больше их приближается к тем самым шестиста, которые я уже собрала, тем больше я понимаю, что на самом деле практически ничего еще не сделано на поле вот, собственно, внутри, переключения внутри игры вот этих вот границ между фреймами. потому что совершенно отдельную тему можно написать именно про переключение на другие игры и на вот эту вот сферу групповой идентичности. Отдельная тема совершенно, причем уже не касающаяся непосредственно ролевых игр, это реакция. Это вообще социальная реакция на нарушение фрейма вообще любого, не обязательно в процессе игры. Там, просто ролевая игра хороша тем, что она нам на очень концентрированном виде дает возможность посмотреть все вещи, которые происходят в повседневной социальной реальности. Просто в социальной реальности их собрать гораздо сложнее. А здесь они собраны в кучку носовочек. Их можно рассматривать под микроскопом гораздо более предметно, чем в обычном случае. То есть, просто вы видите, между фреймами чуть-чуть прослежены. Да, конечно. А вот про эти устойчивые ошибки, которые оставляете... Да, совершенно верно. Есть некоторое количество стереотипных нарративов о том, как, значит, тот или другой игрок выпал из игры на той или иной игре. Они действительно там редуплицируются и рассказываются при случаях. Надо сказать, что конкретно такие истории на статус конкретного человека в них замешанного я не заметила, чтобы как-то влияли. В смысле, всем понятно, что со всеми в принципе так бывает. Поэтому это скорее в разряде анекдотов, которые просто объединяют сообщества по факту их знания. То есть, как мемы, они тоже вполне функционируют в этом отношении. ой, извини, я напомню. Технически, если игрок постоянно выпадает и не считает, что это плохо, то, конечно, с ней коммунизировать себя таким образом можно, причем быстро и навсегда. Да, это важно. Но случается это редко, потому что, как правило, ролевыми играми в принципе занимаются люди, которые осознают главной ценностью ту самую непрерывность процесса, которая, в общем-то, пустулируется. Поэтому к такому человеку возникает вопрос о, собственно... А что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? Идея приезжать на ролевые игры побухать с друзьями у костра, она постепенно сходит на нет, просто потому, что ролевые игры становятся все более и более затратными финансово. Я бы просто еще тоже добавила, что те личности, за которыми замечено, скажем так, неадековатное поведение в рамках самого фрейма, в рамках заданных игровых параметров, тоже в той или иной мере в каком-то смысле стигматизируются и, можно сказать, частично исключаются из сообщества, поскольку на последующие игры их либо не примут, либо примут с очень существенными ограничениями, вводя специальные правила конкретно под этого человека. Да, это так, так бывает. Вспомним Гриф Нахэй. Да, да. Ну, это очень давняя история, все-таки. Она крайне колоритна, все-таки. Она сама по себе стала некоторым милой. Да, несомненно. История существует, о грибных рейфах уже нет. Ну, это двое. Можно? Пожалуйста, пожалуйста. Я тут кое-что записал, простите. Я не могу сейчас выключить. Для чего-то мы немножко следовательно. Это очень горячая тема. По поводу тех тенденций, которые существуют, совершенно право, игры стали значительно дороже. и российское движение ролевое, оно, конечно, сейчас переживает такой упадок по сравнению с концом 90-х, с началом середины. Спорно. И в этом году очень умирает. Особенно вот центр, Москва, 500 километров, оно начинает гнуться. Сейчас несколько регионов, у меня следующий вопрос будет к вам по поводу казанцев, и выявлено каких-то этих симпуль сейчас, соответственно, фракталов. Но по поводу фестивальности, которая сейчас нарастает в ролевых играх, когда ролевая игра становится именно фестивалем, куда приведет похвасток с собственным костюмом и социальное взаимодействие отходит на второй план. Очень часто это встречается, особенно в больших играх. Например, в том же самом мире в Иерусалиме попадали к цели гигантской локации, ну, что было понятно, по 300-400 человек, которые, по большому счету, социальное взаимодействие исключили, потому что у них начался фестиваль. Вот такие костюмчики, вот тут почти реконструкция и так далее и тому подобное. То есть вот это появилось, и это, естественно, стало ближе к Западу, где вот эта традиция ярмар-карнавалов, она революет. И, соответственно, второй такой момент по поводу того, что смешение прыгнув и выпадение, ну, так как я все-таки интересуюсь религией, и мы делали литарки, ну, нет, не 40 человек, да, мы делали это 70. Но основное требование было это абсолютное принятие правил, была жесткая регламентация поведения персонажа, и акцент делался на изменения именно поведенческих каких-то паттернов, если будет угодно. Соответственно, была очень системная, жесткая система вхождения в роли, жесткая система дироллинга. но и в случае, если человек понимал участие в каких-то религиозных действиях, мы вынуждены были брать его информированное согласие. Потому что в одном таком случае человек потом недельку отдыхал снатвари. по этому поводу у меня я очень рад, что я пришел, у меня выходит статья как раз переживания религиозного ужаса в рамках ролевой игры. Я всем желаю, но никому не желаю вот одновременно. Будучи сам в таких атеистических взглядах, вот пережить такое, что можно пережить в рамках обычной ролевой игры с точки зрения такого экзистенциального страха, когда ты буквально вот, у тебя все изменяется и как это влияет на сообщество вокруг тебя. Вот это тоже очень интересный эффект. Поэтому я не знаю, где это хорошо, где это плохо. Мне кажется, что главное контролировать выход, то, что вы назвали блудым. Блед-аут. Блед-аут. Спасибо большое. Мне кажется, главное контроль вас. А остальное уже на усмотрение какого. Спасибо. И по поводу с Арканом. Начну с последнего про регламентацию поведения, информированное согласие и прочее. Это хорошая идея, потому что в целом я, честно говоря, в своей практике российских ролевых игр с таким ни разу не сталкивалась. В целом, я повторяю, у нас, к сожалению, пока психологическая безопасность, в том числе в рамках некоторого такого опыта, который ты можешь пережить на игре, к сожалению, практически отсутствует. и я очень надеюсь, что в ближайшее время она там разовьется хоть на каком-то уровне. Ну, в частности, там завтра начинается конвент под Тверио, и там будет, в частности, очень хороший доклад по теме, собственно, психологическая травма на полигонной ролевой игре. Я пока еще не знаю подробности, о чем там будет, но это явно относится к этой теме, которая действительно, мне кажется, на данный момент одна из самых там основных задач нашего ролевого сообщества на данный момент. Что же касается фестивальности и всего остального, я еще раз подчеркиваю, что я рассматривала именно ролевые игры Москвы и Петербурга, и на них ничего подобного я не замечала. Единственное, на чем действительно можно заметить вот эту вот самую там частичную тенденцию фестивальности, это на Тысячнике. Но Тысячник затем и Тысячник, что он собирает принципиально разные игровые культуры, как я уже сказала, в связи с чем, в том числе, из-за этого смешения игровых культур и смешение ожиданий игроков к процессу, к тому, что они увидят и к окружающим их игрокам принципиально разные. И в том числе из-за этих столкновений происходят у нас какие-то дополнительные переключения фреймов, какие-то особые прочие вещи и так далее. То есть, по крайней мере, на тех 13 играх, которые я наблюдала в последний год в Подмосковье и Петербург ни какой-то тенденции к фестивальности, ну, помимо вот больших игр, я не заметила. Казанца? Я ничего об этом не знаю. Я там специально ограничила свое поле, во-первых, там, временем ролевой игры, во-вторых, конкретной областью, регионом. У меня, к сожалению, нету данных о других ролевых сообществах России. У нас же тихонечко уже медленно до завершения. Давайте прикинем, сколько у вас еще вопросов? У меня вопросов. А, собственно, два. Давайте два последних вопроса зададим и тогда закончим. А бюджет игры на одного человека в среднем? На человека или на игру? Нет, ну, если вы говорите, если игра на 70, если игра на 1000, это очень разные бюджеты. В смысле, бюджет для организатора или бюджет для участника? Взносник. Нет, для трата вообще. Ну, для организатора и для участника. Средний взнос на данный момент в нашем регионе на ролевую игру это порядка... От 1000 до полутора. От 1000 до полутора за факт участия. Внимание, это только организационный взнос. Сколько человек потратит лично на себя, это его личный выбор. Нет, нет, это меня не интересует. Это как бы от нуля, да, там, 20 тысяч. Меня интересуют, меня интересуют, скажем так, деньги, которые тратятся на этот конкретный элент. Хорошо, взнос за участие в игре с одного человека примерно 1000-полторы, плюс, если игра происходит на базе, то, соответственно, плата за проживание. Ну, зависит уже от конкретной базы отдыха, там, смотря какие условия она даст. Ведьмак 2012 года в своей локации, извините, Ведьмак, Мартин, Игра престолов, гнила территорию Ласточкино гнездо. Она вошла в такие легенды урлевиков, потому что на постройку замка Ласточкино гнезда было потрачено больше 150 тысяч рублей. То есть, это была огромная конструкция, там, из металла, тендер, дерево, и всего, чего угодно. Ну, это отдельная история, это уже частная инициатива игроков. Если мы берем, как бы, дефолтное, это вот, там, тысяча-полторы за внос и, там, еще деньги за проживание, если они релевантны. Если кто-то хочет, он, конечно, ну, да. Понятно. Значит, кроме денег, которые получаются за взнос, организаторы обычно ни с каких других источников деньги не получают. Получают. Они обычно тратят собственные. Нет, как провести стартат для какой-то определенной категории граждан, неважно, игра или не игра, я знаю, как мне интересно. Как правило, нет. Как правило, эта игра существует на те взносы, которые собраны с игроков. Хорошо. И игру организует группа в основном частное лицо. Всегда частное лицо. Всегда частное лицо. То есть, как говорится, выход из теневой экономики в белую экономику не предполагается и не рассматривается. А зачем вы поймали людей? Есть общественные организации, есть разговоры о коммерциализации, но это отдельно. А я не говорил о коммерциализации. Создание коммерческих игр, когда мастерская группа становится, по сути, официальной организацией регистрируется государственных органов и проводит это платно за деньги. Это уже другой разговор. Это как раз выход из теневой экономики. Понятно. А какие это... Хорошо. И здесь общественные организации какие общественные организации делают? Пример, который мне известен, связан с проведением ролевых игр для детей, находящихся в государственных учреждениях. То есть для детей из детских домов проект полдень, организация игры будущего, ну, то есть такие существуют? Пример, давайте отойдем к этой теме. Немножко зададим еще один последний, наверное, вопрос. Да, у меня, наверное, вопрос к тому, что все-таки здесь подзвучало вот из той матрицы, которую вы показали, да, этой прекрасной. Можно сделать какой-то общий вывод, ну, допустим, что из этих причин больше влияет на переключение и что меньше вот из этих случаев, которые вы проанализировали? По частотности? Чисто, да, просто так, перспективно. Перспективно. Ну, понятно, что большая часть переключений является, конечно же, на мета-игровую реальность, потому что она наиболее актуализирована для игрока в процессе игры. То есть непосредственно она поддерживает персонажа, она поддерживает все его действия, ну, там, условно говоря, если это есть в правилах, я могу это сделать по игре, если этого в правилах нет, ну, как-то придется сделать что-то другое. Кроме того, переключение на нее наименее болезненно из всех остальных, потому что требует наименьшего отвлечения от текущего персонажа. Все остальные, они гораздо более фундаментальны, что ли, требуют гораздо больших мозговых усилий для, во-первых, сначала переключения из персонажа, а потом, что еще страшнее, для возвращения в него обратно, потому что это, там, каким-то случайным, там, жестом или действием можно выбить игрока так, что он потом 3 часа обратно не зайдет. Так что, в целом, да, в целом, это в основном второй вот наш слой, это мета-игровая реальность. Спасибо огромное, спасибо Ольге, спасибо всем, кто участвовал в дискуссии. отец-авилд, спасибо. Продолжение следует...